Всем привет! Сегодня пойдем в тестовую гонку на 30 минут. Уровень соперников 100%. Попробуем сейчас отобрать позиции на старте. Стартуем в 16-м. 25-25. Первый поворот. Обычно самый сложный. Завалы, завалы. Аккуратно объехать. Немножко отыграли. Трасса Шухай. Одна из самых лимитных трасс Азии. Но у нас она абсолютно неизвестна. Для узкого круга знатоков. Какие все повороты по 90 градусам на вторую передачу. Напомню, у соперников уровень искусственного интеллекта 100%. Максимальная сложность. Интеллект не позволяет им чувствовать чисто ехать. Толкается. Тестовую гонку едем для того, чтобы засечь прослот топлива. Резины. Ну и подготовить себя к предстоящей гонке чемпионата. Для отслеживания параметров автомобиля используем вот такое вот приложение. Шестой скидываем и вторую. Аккуратно. Идем 12, после первого круга. Немного отыграли. Приближаемся. Закрываем траекторию. Кастом. Снова на второй скидываем. Очень крутой поворот, соперники вылетают, продолжительность гонки 30 минут, легко можно будет прогнозировать, что будет в течение часа. В следующий раз попробую поворот по этой ходу. Трасса просто изобиловая поворотами, одни повороты. Примерных практически нет. Так, 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 стримим и пошли на фронт. Нет, Джунета может обогнать на прямой, но соперник ушел, потому что у меня была более выгодная позиция к внутренней части поворота. Сейчас будем догонять следующую группу. Большая зона вылета здесь. Поворот проходим воду на полном газу. Главное, в случае чего вовремя отловить машину, потому что разное покрытие под колесами получается. Женета отлично управляется. Но пока это мне не позволяет приблизиться к следующей группе. Здесь сейчас ходу пройду. Почти получилось. Ламбургаза плавно. Почти две секунды отставания у меня до группы, переедущей. Поварок немножко сократим, наверное. Ненамного, но сократили. Прямая, не самая сильная сторона, Джунеты. На счет ошибки соперника. Немного приближаемся. Давай, чуть больше секунды отставать. Интересный поворот. Поводом идем. Сейчас опять на вторую передачу скидываем. Вот мы и приблизились. Сейчас главное не растерять все, что заработали. Полсекунды отрывка вперед идущего автомобиля. Буквально еще 3-4 поворота. И можно будет атаковать. Здесь уже ходом не будем идти. И получается, да, вот нормально прошли. Небольшое касание. Обходим. Немного, конечно, нечестно получилось, но и они тоже постоянно толкаются. Впереди Мустанг. Очень быстрый автомобиль напрямую. Сейчас будем догонять. Как видно, тормозит он тоже очень рано. Во-первых, из-за того, что скорость набирает в конце прямой больше других автомобилей. Во-вторых, видимо, тормоза не столь эффективны. Так, вот мы к нему тоже приближаемся. Буквально через поворот можно будет атаковать. Так, отлично он открыл мне калиточку и мы в нее зашли. Идем дальше. Восьмая позиция у меня. Впереди Астон. Ну, Форд тут пытается меня зайти атаковать. Прошло восемь минут, почти треть гонки. Каких-то специальных настроек для автомобиля на этой трассе я не делал. Немножко укоротил главную пару, чтобы автомобиль быстрее разгонялся. Максималка на этой трассе не нужна. Прямые, короткие. Так, догоняем. Очень опасный поворот. И... Почти, почти, почти нормально. Пришлось переключиться на вторую с третьей. Форд догоняет сзади. Возможно, будет атаковать скоро. Секунду я потерял на том первом повороте. Молодок пришлось отловить машину. Астон здорово сопротивляется. Как я заметил, он тоже достаточно рано тормозит. Только, возможно, на позднем торможении мы его и догоним. Главное не переборщить. Главное не переборщить. От форда мы немножко оторвались. Две секунды сейчас разница. А вот от Астона одна секунда. Сейчас будем сокращать снова. Практически на полном газу я вошел в этот поворот. Но до слепстрима я ничего не достаю. Машина не затягивает зону пониженного движения. Опасно, опасно, опасно. Так, газу на выходе. Так, приблизились. Можно атаковать. Пошли. Есть. Служен поворот. Практически в обратную сторону. Как шпилька. Порядка. Еще один Астон. Идем мы на седьмой позиции. Ну, что, будем пытаться его догнать. Еще одна шпилька. Практически шпилька. Раллийная. Две секунды отставаем чуть больше. Служен. Но теперь надо немного больше. Посмотрите, что можно избавиться. Очень сложно определиться. Практически не получается. Пока на этих поворотах. Так, поза, поза начал тормозить, поэтому зашел не по оптимальной траектории и сразу потерял 0.2-0.3 секунды подпереди идущего автомобиля. Здесь на выходе газ, обновили газ, 2 секунды сложно приблизиться, а сзади-то уже догоняют. Рыскнем, 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 нормально удержались, полный газ. До следующего торможения практически в пол. Главное, колеса не заблокировать. И не получается приблизиться к автомобилю впереди идущего. Разрыв так и сохраняется в 2 секунды. Сзади преследователь, близко, опасная ситуация. Вот и вылетели немножко, что будем догонять. И теперь 2 Астана. Чувствую, они будут фаворитами на чемпионатской гонке. Прошло практически половину гонки. Трасса еще сложена тем, что здесь такие перепады высот. И к торможению надо быть предельно аккуратным. В противном случае, когда полотно идет вниз. Ось автомобиля разгружается. И колеса можно легко заблокировать. Что может привести и к заносу, и к повышенному расходу топлива, и бензина, и шин. Давайте догоняться. Два секунды, отрыв. Покрышки изнашиваются не сильно. Это говорит о том, что на часовую гонку, скорее всего, и хватит. Топлива мы зарасходовали за 15 минут 20 литров. То есть, где-то на гонку необходимо будет на часовую гонку 80 литров. Сейчас посмотрим в конце, как оно пойдет. Обогнавший меня Астон догнал впереди идущий автомобиль. Отрыв у него составляет там секунды 0,2 где-то. Интересно посмотреть, будет ли борьба между ботами. Несмотря на неплохое время, минуты 40, приблизить я пока не могу. Вот что значит уровень 100% искусственного интеллекта. Я смотрю, там происходит впереди сражение между этими двумя автомобилями. Возможно, сыграет мне на руку. Была попытка атака желтого автомобиля. Вот-вот-вот-вот, сейчас будет смена позиций, скорее всего. и мы смотрим за счет этого немного приблизиться. широко вышел, немножко потерял. еще одна атака чувствуется. немножко сборки перед прямой ехать надо чуть пораньше переключаться на повышенную. Видите, улетает легко, а в тамбине есть сборки. минута 41, у меня средний темп по кругу по середине гонки. Так, и мы видим желтый выбирает выбивается вперед. Желтый Астон впереди обогнал. Вот, и такое бывает. Вот, и, видимо, тоже друг с другом соревнуются. А мы тем временем приблизились к черному. Почему-то у него снизился темп. Если так дело пойдет, то мы скоро сможем его атаковать. Перейти снова на седьмую позицию и вернуть себе ее. Ошибочка, ошибочка. Была ошибка на последнем повороте. Начал поздно тормозить. Ошибку несло. Поэтому потерял еще три позиции. Ну, что, сейчас будем отыгрывать. время еще есть еще десять минут до конца. Но машину уже водят. Резина подъела. И такая она устойчивая, как на свежей резине. Ножки ее начинают мотать. Так, Касну быстро приблизилась к белому. Сейчас атакуем. Подвинься. атакуем. следующие два вторжидя. Так, Асун пытается меня атаковать повнутренней. Не хватает у него скорости. Атакуем. 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 Вознос совсем небольшой. Что характерно, он равномерный по всем колесам. Давление у меня ровное во всех колесах. А давление не выравнивало вознос. Так, больше мы так вошед отпускать не будем в этом повороте. Чуть-чуть пораньше затормозим. Чтобы войти нормально в Апекс попасть в траекторию. Как сильно отрывается форд от Джинеты напрямых. Также сильно Джинета приближается к Барду на поворотах. Немножко блокировочку поймали. Отловили. Человек торопит утверждение. Завы с трассы, с предела трассы. Хотя таким образом я совершенно ничего не выиграл, не получил. чуть-чуть меньше двух секунд впереди идущего автомобиля. Сейчас аккуратно, аккуратно. Надо поставить цель до конца гонки. Обогнать его полторы 2 секунды на прямых отрывается. Трасса забил поворотами. Опять 2 секунды отрыв. Потерял я на этом участке видимо. Немножко приближаемся. Так, сейчас самое главное это спокойствие. Ничего нибудь не натворить при большом желании догнать и обогнать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА секунда разрыв. Очень нервные советуют воспользоваться слепстримом. Но мы пока еще не так близко чтобы он чувствовался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На грани проехал этот поворот по внутренней траектории, по внутренней бродке прошел, думал улечу, форт очень рано тормозил, очень рано, из-за этого я могу вот так вот прям практически прыжком к нему приблизиться. И вот сейчас я пользуюсь типстримом, мы тоже в этот раз тормозили чуть пораньше, но это не дало мне возможности удержать контакт, форт снова отрывается, 4 минуты осталось это два круга. Должен я его обогнать, я думаю в конце этого круга можно будет атаковать. Снова придется сыграть на позе торможения, чтобы приблизиться, но не сейчас, но сейчас. Видно было как форт сбавлял газ на этом повороте, выхлоп у него стрелял, вылетал не сгоревшее топливо, так как происходило торможение двигателя практически. На следующий повороте мы еще сделаем рывок, потому что он очень рано перед ним тормозит. все отлично, выходим и пытаемся обогнать, хотя он напрямую может нас догнать. Нет, 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 он вырывается вперед, напрямую. Тормозим, прямо в блокировку, отлично обогнали. Теперь удержать эту позицию. Пока температура тормозов, покрышек, все находится в зелени. Поздно, поздно, поздно. Поздно, 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 поздно. Пузов в автомобиле практически не повреден, 89%. Все остальное так же. В зеленой зоне, как я уже сказал, поэтому возможно еще получится на следующем круге приблизиться и обогнать Впереди идущий синий ASTON, но покрышки уже держит не так хорошо. Достаточная величина чуть больше 80% по покрышкам. Приблизился я к ASTON, но до атаки еще далеко. Темп достаточно стабильный. Минута 41 в среднем. Несмотря на износ повыше. Ребята, я уже не успею его догнать. Будем погнать. Так, так, так. Началось скидывать передачу. Едя отловим автомобиль. Я предупреждаю, что это последний круг. Поэтому можем не рисковать. Все равно не получится обогнать этот ASTON. Спокойно доехать сейчас. И перегазовываю. Все, буквально впереди финишная черта. Итак, мы девятые. Достаточно стабильно прошла гонка. Лучший круг у меня совсем не лучший по сравнению с остальными. Тут и минута 39 есть. Но, возможно, настройкой автомобиля и более аккуратной ездой можно его подправить. Так, что у нас по телеметрии? Расход резины за 30-минутную гонку небольшой. Абсолютно небольшой. Тормоза вообще в норме. Все в норме. На час хватит. На этом, я думаю, что мы сегодня эту гонку закончили. Будем готовиться завтра. Всем пока. Всем пока.